Нет, а тут говорит, а что? А он, у которого перья повыше, я его позови, позвал, плюнь лицо, плюну, вот теперь конец. Когда люди гармонию в сердце друг с другом испытывают, чувствуют гармонию, то это означает, что судьба их свела для сдачи экзамена совместно. Эта гармония даёт ощущение счастья сначала, и это ощущение счастья, оно нужно для притяжения. Иначе как бы люди были вместе. Но мы-то как думаем, что этот человек, он какой-то очень хороший человек, и обязательно сделать меня счастливым. То есть мы мечтаем о хорошем человеке, но как бы умные достаются умным, а я досталась тебе, да? То есть надо понять, что люди притягиваются по судьбе, то есть они одинаковые. Не бывает такого, чтобы я притянул к себе кого-то лучше, чем я. Так не бывает. Поэтому вот это чувство, что у меня с ним будет счастливая жизнь, это правильное чувство, основанное на схожести души. То есть люди похожи в сердце, но также своим плохим похожи. Но есть ещё один момент, когда люди начинают притяжение вот это испытывать, они ожидают счастья. Не ожидают счастья. И это ожидание счастья, оно вводит такое заблуждение, что с этим человеком у меня не будет никаких трудностей, будет всё хорошо. Не могу поверить, что так близко берег у судьбы моей. И к тебе сегодня я пойду, сто дорог в одну седу. Сто ветров затихнут, и рассветы вспыхнут, будет вся земля в цвету. Я не верю, что бывает. У любви короткий век, даже время отступает, если счастливый человек. То есть это вот чувство, оно у нас есть. То есть нам кажется, что я не верю, что короткий берег у судьбы моей. То есть, ну, это понятно. Но, понимаете, есть одна проблема. Мы же хотим наслаждаться жизнью. Мы не хотим служить близкому человеку. Мы не хотим отдавать ему своё чувство, а хотим от него брать. И вот этого молодого человека я ясно почувствовал в записке. В это время был тяжёлый период судьбы. А это означает, что он не может ничего дать. И когда такой период, обычно люди, которые не склонны отдавать. А отдавать можно, если ты занимаешься духовной практикой. Нам нечего отдать, мы нищие. У нас самим не хватает, понимаете? Но если человек думает о святом человеке, ходит в храм, молится, прощает, просит прощения, то есть он вырабатывает из себя духовную силу, то тогда такой человек способен отдавать эту силу другим. И эта сила не принадлежит ему. Вот, допустим, если я смогу что-то вам сегодня дать, то это не моё. Это то, что выработано в отношениях со святостью, со святыми людьми. И с вами тоже. Вы когда слушаете, у вас чистые светлые глаза, они как бы вдохновляют меня, чистые светлые вещи вам говорят. Вы очень хорошие люди здесь собираются всегда. Как-то мне так везёт. И это воля Бога так действует. Поэтому, когда человеку трудно, особенно в близких отношениях, всегда вот такие встречи, когда встречаешься, давно не виделись. Самая лучшая карма, самая лучшая судьба действует в это время. Но с близким человеком видишься каждый день. И тут за день так накуваткаешься, придёшь домой, там ты сидишь, да? Ты соски, да? Вот. Ну, то есть, и вот это вот, ну, желание, вот то, что ты мечтал, там, сто дорог в одну сойду, к тебе сегодня я пойду. То есть это же мечта должна как-то воплотиться в жизни, а потом за день так накуваткаешься, придёшь домой, там ты сидишь. Ну, то есть, наступает тяжёлый период в жизни, и люди, они не хотят этого тяжёлого периода, не хотят. А вот этот внутренний голос — это же опасная вещь. Потому что не зря же эти анекдоты всего-то про него, столько анекдотов про внутренний голос. Потому что этот внутренний голос — это не голос сверхдуши или голос Бога, как мы хотели бы. Это голос моих желаний. Ну, допустим, я хочу мороженку. Это тоже внутренний голос. Он же изнутри идёт. Хочу мороженку, хочу мороженку. Ну, то есть он изнутри — это внутренний голос тоже. Идёшь, покупаешь мороженку, ешь на ночь, а потом ордена. Ну, то есть, понимаете, то есть это не тот внутренний голос, о котором надо серьёзно говорить. Настоящий внутренний голос, он через душевный труд узнаётся. Вот, допустим, в обычном состоянии мы не можем понять истину, её почувствовать. Но если мы заставим себя, начнём молиться святому человеку и будем слушать голос святого человека какого-то, допустим, у нас возникнет вдохновение. Вот во время этого вдохновения возникает сначала спокойствие в сердце. Это спокойствие означает, я преодолеваю трудности в отношениях. Это мужчина, который мне не нравится вот в этой записке то, что женщина говорила. Я точно не отвечу на все эти записки, стоп-надцать. Вот. Этот мужчина, он, спокойное чувство к нему возникает после молитвы. Вот я в сердце успокоилась, это значит, что у нас с ним будет хорошо, всё будет хорошо, но это не значит, что легко. То есть у меня ощущение, что всё будет хорошо, но после дополнительного труда над отношениями. Должна ещё трудиться над отношениями, должна. И это ещё не означает знание, как у нас будет в будущем, как она написала. Я чувствую, что в будущем всё будет плохо. А вот когда человек трудится дальше над отношениями, он начинает чувствовать объём работы. Вот сколько нужно пройти усилий вместе, чтобы было хорошо. А если человек чувствует, что у нас будет всё плохо, это означает, работать не хочется. И это не тот внутренний голос, который даёт возможность победить судьбу. что-то мне не хочется теперь с тобой уже жить. Вспомните, у нас проходит неделя, уже хочется с тобой жить, потом неделя, опять не хочется, и так постоянно. Это означает, что мы просто не хотим работать над судьбой, над отношением, и всё. И всё, это больше ничего не означает. И внутренний голос, он всегда узнаётся через молитву. И ответ приходит сначала спокойствием, потом знанием. Знание – это как вера приходит в сердце, как награда. Но знание всегда имеет тяжёлую природу, а не лёгкую, настоящее знание. Этот мир, он соткан из экзаменов, а не из успехов. Вот если мы смотрим какие-то фильмы об успехе, там всегда мы увидим людей, которые как бы верят в удачу. И они как бы такие, как бы, ну как бы у них есть вот эта вера, как бы в то, что всё будет хорошо. «Птица счастья с завтрашнего дня, прилетела крыльями звеня, выбери меня, выбери меня, птица счастья с завтрашнего дня». Понимаете, это у нас сидит, это чувство внутри. Оно сидит. Но ничего общего с истиной оно не имеет. Время, которое движет всё в этом мире, оно создаёт всё больше трудностей в единицу времени, жизни человека. В детстве очень мало трудностей, в старости очень много. С каждым днём время вытаскивает всё больше экзаменов в нашей жизни. Но мы в это не верим. «Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Всё ещё впереди, всё ещё впереди». Понимаете, это мечта такая. Мечта у нас живёт внутри. Мечта о том, что всё будет хорошо, всё ещё впереди. Но факты другие. Без труда человек не может быть счастливым. Нужно трудиться над своей судьбой. Что сказать вам, девушка, по поводу вашего расставания? Оно обусловлено вашим незнанием о том, как правильно жить. Я не знаю, что вам теперь делать. Если можно к нему вернуться, возвращайтесь. Если нет, значит, тогда поймите, что Бог даст обязательно другой шанс. Просто надо раскаяться, помолиться, очистить сердце от этого всего. И Бог даст другой шанс, следующий. Без всякого сомнения. Я ходила к ведическому астрологу. А это почти Бог, ведический астролог. Почти Бог. И он мне сказал, что мой первый брак неудачный, а второй сильный. К этому моменту я уже закончил свои отношения. Его слова были подтверждением моего выбора. Вот как оказывается. Прошло пять месяцев, и сейчас я сомневаюсь. Вдруг я совершил ошибку. Молодец. Правильно сомневаетесь. Вы говорили, что если живешь с человеком больше года, то его Бог дал. Правильно. А мы вместе жили восемь лет. К сожалению, гражданским браком. Из-за своих сомнений нахожусь в волнении. На это уходит много сил. Подскажите, пожалуйста, нужно ли сохранить эти отношения или оставить все как есть? Но если вы спрашиваете, значит, я не знаю. То есть, если вас человек ждет, надо возвращаться. Кто спрашивает? Где? Я не могу ответить. Ага. Но он вас ждет? А? Спасибо вам большое. Вы в Челябинске слушаете лекцию? Спасибо вам. У него сейчас тяжелый период продолжает идти все еще. Вы же хотите счастья в жизни? Зачем вам к нему возвращаться, если он тяжелый период у него? Найдите себе человека с легким периодом. И пока у него легкий период, поживете с ним, порадуйтесь. А потом А потом Листья желтые над городом кружатся Вдруг можете помочь? Помогите. Вы ушли же от него? Ну, вернитесь. И как раз узнаете, нужно быть вместе или нет. А что касается астрологов, вы знаете, что есть три уровня знания. Первый уровень знания это духовное знание. Им обладают святые люди. Второй уровень знания это нравственное знание. Им обладают высоко нравственные люди, возвышенные люди, почти святые. И третий уровень это техническое знание. Например, рассчитать гороскоп это техническое знание. Но если человек не облазнает нравственным знанием хотя бы, то он тогда не имеет права людям говорить о судьбе. Например, если человек видит гороскоп и не может сохранить семью своими словами, то он не достоин говорить о семье. Этот человек не достоин говорить о семье, потому что у вас распадалась семья в это время, вы неправильно написали, у вас она еще не распалась в это время, даже сейчас она еще не распалась, она распадалась просто. И этот человек вам помог уйти от мужа и за это получит наказание от Бога. А то, что вы жили гражданским браком, это указывает просто на ваш уровень развития. То есть Бог соединяет людей и они становятся мужем и женой. Люди сами не могут держаться друг за друга, не могут, это держит их высшая сила. Они склонны уходить друг от друга, каждый день мы немножко уходим друг от друга, потом раз нас опять стягивает, особенно когда тяжело жить. Это указано на то, что мы вообще не можем держаться друг за друга, эта высшая сила нас держит, до сих пор она вас держит рядом с этим человеком. Но так как он не приносит вам сейчас наслаждения, поэтому у вас сомнения. Вы хотите, чтобы он вам дарил счастье, а счастье люди дарят друг другу только когда они сдали экзамены судьбы, а вы их не сдали. Вы же хотите наслаждаться жизнью, а не служить близкому человеку. Вы настроены неправильно. Вам надо вернуться к нему, попробовать еще раз. Но он очень сильно получил сильный удар психический в результате вашего ухода. Вы его должны сначала, его сердце вылечить, вернувшись, а потом больше никогда так не поступать, потому что в результате вашего ухода в вашем сердце сейчас камень. Это значит, что вы не сможете привлечь себе никого. Вы наказаны сейчас. И это еще раз подтверждает, что надо обязательно возвращаться назад, если есть возможность. Но он сначала будет отторгать вас, этот человек. Но вы пытаетесь вернуться. Возвращайся голодным утром, Возвращайся, мне очень трудно, Возвращайся и оставайся, Возвращайся, я без тебя устал. Возвращайся, я без тебя устал. Вы из Воронежа? Хорошо. Я из деревни под Краснодаром. Так, поехали дальше. После того, как я забеременела, мой муж стал меня раздражать. Всегда так бывает. Вот смотрите. Женщина испытывала счастье от мужа. Испытывала, испытывала. Потом бац, он ей счастье ввел прямо внутрь. То есть, когда женщина беременеет, то у нее источником счастья становится ребенок, а не муж уже. И она ходит и такая, чувствует счастье изнутри себя. Ей внутри себя хорошо стало. И нафиг нужен этот муж тогда? Он раздражает просто. Потому что люди, они живут же для счастья, правильно? А как бы, ну, счастье уже не дает. Все. Ну, если корова молока не дает, что с ней делать? Надо убить просто и все. Зачем она нужна? Ну, так муж, он меня раздражает просто. Как бы, у меня счастье внутри, и все. Что ему надо от меня непонятно? И поэтому существует такой феномен, что даже еще не рожается ребенок, а муж уже уходит из семьи. Причина заключается в том, что у женщин нет знания, как себя вести во время беременности. Надо продолжать служить мужу, а не настраиваться на ребенка и думать только о нем. А когда ребенок рожается, женщина говорит, вот смотри, видишь? Вот, видишь, вот, мы теперь живем для него. Понял, да? Не для тебя теперь живем, а для него. У меня одна подружка мамы, всегда вспоминаю в этом случае эту историю, я пришел к ней в гости, у нее муж потом умер от алкоголизма. Но тогда он еще был жив пока. Я пришел к ней в гости, и она мне сказала, Олежек, яблочко хочешь? Я говорю, да так, не очень. Она говорит, возьми, скушай, а то Володя придет, и оно пропадет. Пропадет яблочко. У каждой женщины есть это чувство внутри, что если муж что-то съест, то пропадет. А вот ребенок съест, нормально. Чувствуете, женщины, да? Ну, есть чуть-чуть такого, да? Что мужик, он как бы, ну, так найдет, что сожрать. А ребеночек должен скушать самое лучшее. Но потом, когда женщина с ребеночком одна остается, она начинает рвать на себе волосы, думает, Господи, почему же я одна-то осталась? Из-за эгоизма. Люди все страдают, только из-за эгоизма нет другой причины, почему мы страдаем. Поэтому существует знание. У нас внутри есть желание, которое ведет нас страдания всегда. Есть желание. Надо это выключать, мобилки все, мы видим телефоны, чтобы у нас дискотеки не было. Время лекции. А счастье приходит только после труда, которое основано на знании. То есть желание всегда приводит к страданиям. Я чего-то хочу, значит, будет страдание. А счастье приходит после того, как я узнал, чего надо хотеть на самом деле, и тружусь над этим. То есть счастье находится всегда в сфере сданного экзамена, в сфере труда над собой. А желание приводит человека в конечном счете к страданиям. Причем интересно, сначала возникает сладкий вкус, потом горький всегда. Когда нас манит, что-то манит в жизни, то сначала сладкий вкус, потом горький. А когда человек действует с позиции знания, сначала горький вкус, то есть сдача экзамена, а потом сладкий. Сначала горький вкус, возвращаюсь, а потом сладкий. Хороший человек, потому что... В чем хорошаясть человека? Хороший человек, потому что, во-первых, у вас одинаковые качества честности с ним. У вас есть гармония в этом плане. Он искренний человек, и вы искренний человек. У вас есть совпадение с этим человеком. Бог вам по этому совпадению вас соединил. Второе качество. Он спокойный человек. Вы такая немножко это... А он спокойный. Так или нет? Наверное. Вы, наверное, забрались за 8 лет. Ну, да, в какой-то степени. Женщины все беспокойны по природе. Они дарят спокойствие другим, женщинам, а сами беспокойны. Смотри. Это незаметно, невооруженным взглядом. Я же в очках сижу. В отношениях находимся полтора года. Сначала отношения обсуждали, что хотим строить отношения и быть вместе до конца. Я говорил, что мне приемлемо отношения семейные и в официальном браке. Он сказал, что если это для меня важно, то так и сделаем. Если пойдем, что этого хотим. Точно этого хотим. В течение этого года человек заболел депрессией. И недавно разрыв связки минист колена. Стал говорить, что не обещает идеальных отношений, но хочет быть вместе. И сказал, что не хочет жениться. Я сказал, что не смогу жить с ним без официального бракосочетания. Сейчас он болеет. И пока мы не обсуждаем эту тему. Я люблю его и надеюсь, что мы поженимся. Если не судьба, то согласно отпустить его. Что значит отпустить его? Вы его не привязывали, чтобы отпускать. Как вы его отпустите? Вы не сможете. Человеку невозможно вырвать из сердца своими силами. Не получится, понимаете? Попробуйте, но ничего не получится. Кто пытается отпустить человека, но не отпускается? Внимите руку. Правильно. Это невозможно. Попробуйте оторвать у себя руку. Будете руку оторвать? Попробуйте. Не, не получится. Нет. Бобо будет, бобо. Что делать? Сдавать экзамены? Боль от разлуки возникает, от того, что вы наказаны. Вот если человек в углу стоит, что ему делать? Исправляться в сердце. Папа, я больше так не буду. Папа не обращает внимания. Папа, я больше так не буду. Я буду стараться правильно себя вести. С Ванечкой. Папа будет думать какое-то время. Потом скажет, ну еще один шанс. Вопрос. Станем ли мы мужем и женой? Официально. Что я делаю неправильно? Что вы делаете неправильно? Задаете вот этот вопрос. Неправильно. Потому что вы сейчас подходите ко мне и говорите, Олег Геннадьевич, сдам я экзамен на пятерку или нет? Спасибо вам. Спасибо. Может быть сдадите, а может быть не сдадите. То есть у вас есть трудности определенные. То есть почему мужчина не соглашается? Почему мужчина не соглашается? Потому что ему тяжело. У него тяжелый период идет. Если бы он чувствовал, что все хорошо, все легко пошел, расписался. Но так как экзамен не сдан, трудности идут, надо сдавать экзамен, надо идти к браку совместному. Надо идти к этим отношениям искренним, чтобы мужчина был уверен, что он пойдет и распишется. Что-то у вас много записок уже налетело. Я, наверное, не смогу точно на все ответить. Даже за три дня. У нас еще уже лекция сейчас должна быть. Через три минуты начаться. Надо понять, что вот это основная проблема. У нас на эту тему будет лекция сегодня. Основная проблема заключается в том, что у нас изначально системные настройки нарушены в понимании вещей. Вот эта девушка искренне верит, что муж должен сам захотеть идти в ЗАГС. Такое бывает, если у человека хорошая семейная карма. Если у него есть уже изначально такие качества внутри, чтобы нашелся такой мужчина, который сам захотел идти в ЗАГС. Но так как нашелся другой мужчина, это значит, что качества твои изначально не такие высокие. Если они и такие высокие, то тоже ничего страшного в этом нет. Надо просто начать трудиться над тем, чтобы мы когда-нибудь пришли в ЗАГС. И в этом труде есть три стадии. И ведь этот труд всегда протекает только одним способом. Человек должен настроиться на Бога, потому что внутри у нас нет той силы, которая побеждает судьбу. Для того, чтобы заряжать батарейки, нужен источник питания. Мы искорки, душевные искорки, нуждающиеся в свете, нуждающиеся постоянно в солнце. Если человек не понимает этой истины и думает, что прямо сейчас он должен получить счастье, как вот эта девушка говорит, мы в ЗАГС. Почему не пошли, Олег Геннадьевич, мы женимся или нет? То это означает неправильное мышление просто и все. Потому что если задать вопрос, допустим, а мы дойдем вообще до ЗАГСа или нет? Нет, если будем трудиться над отношениями или хотя бы если я одна буду трудиться, сто процентов что дойдете. Потому что зачем Богу тогда было вас соединять? Ну зачем это надо было? Ведь не возникает же вопроса, если я забеременела, то он будет развиваться там ребенок или нет? Если ты будешь правильно вести себя, сто процентов будет развиваться. Если ты потом будешь себя правильно вести, он сто процентов родится. Если ты потом будешь правильно себя вести, он сто процентов вырастет хорошим человеком. Это 100%. Но вот если ты неправильно себя ведешь, он может не развиться, и может быть выкидыш, или придется его удалять. А может быть ты не сможешь нормально его родить, это все зависит от тебя, от того, как ты живешь. Поэтому надо изучать. Понимаете, люди часто говорят, а я не знаю, как жить. Чего это несправедливость какая-то? Но ты же родился человеком. Человек означает, что ты можешь узнать. У тебя есть разум. У животных нет разума, и поэтому не сильно переживают, когда ребенок не родился, допустим. У них нет вот этого чувства, что что-то плохое произошло. Некоторые кошки даже едят своих детей. Нормально все съела, облизалась, пошла. Все, то есть нет чувства никакого плохого, понимаете? Но у человека есть такое чувство. Почему? Потому что у него также есть и возможность получить знание о том, как исправить ситуацию. И знание заключается в том, что всегда победа приходит у тех, кто трудится над отношениями, а не сомневается в них. Но в данном случае девушка просто имеет неправильное мышление с самого начала. Она думает, что не надо трудиться над отношениями. Не надо верить, что мы распишемся. Не надо действия какие-то совершать. А надо просто, чтобы это было так. А если я не могу сама это сделать так, то тогда должен Олег Геннадьевич сказать, чтобы это было так. И это будет так. Олег Геннадьевич, скажите, что мы женимся. Женитесь. Все, я пошла. Мне больше ничего не надо слушать. Все классно. Все нормально. Мы женимся. Но это же иллюзия. Так же не бывает. Олег Геннадьевич, скажите, что у меня кухня будет сейчас чистая. Сейчас чистая. Вот она у меня грязная. Открывай дверь. Грязная. Скажите, что она у меня чистая. У вас чистая кухня. Все, слава Богу. Хо, чистая кухня. Классно. Пошла мыться в душ. Но кухня-то осталась грязной. Ее уж надо чистить, чтобы она была чистая. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова